Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. По многочисленным просьбам я продолжу рассказывать про трудоустройство в Америке и по поводу самых востребованных вакансий. Это дальнобойщики, это электрики, это сантехники. Всю информацию я собрал, опросив своих друзей и знакомых, которые в теме. Ну и вы уже знаете, по моим роликам я воду в ступе толочь не люблю, поэтому коротко и сжато изложу всю конкретику. Начнем с электриков. Значит, Владимиру по моим роликам вы уже видели, вот по некоторым. Этот человек приехал сюда 15-20 лет назад, в России он работал инженером-энергетиком с опытом, со стажем, с умением работать. Когда он прилетел сюда и получил разрешение на работу, первое, что он сделал, он прошелся по строящимся объектам, подошел к первым ребятам, которые делали монтаж, взял телефон офиса, позвонил в офис, подъехал туда, рассказал, что в России он долгое время работал именно инженером-энергетиком, показал все свои бумажки. Ему сказали следующее, мужик, у тебя нет пока американской лицензии сертифицированного электрика, но мы тебя можем взять на подхвате ассистентом, ну или подмастерием, как это правильно будет сказать. И предложили ему работу приблизительно 12-14 долларов за час. Это очень хорошая работа. Дальше ему сказали следующее, если ты хочешь претендовать на роль полноценного инженера-электрика, идешь в колледж, берешь курс обучения и приносишь нам корочку, и мы тебе переводим на другую штатную единицу. Все. То есть человек днем работал, зарабатывал очень неплохо, занимался всем монтажом. Единственный нюанс, под напряжением мы не давали работать, и специальный человек, который имел сертификат такой, просто проверял сделанную им работу. Все. Сколько стоит курс? Курс занимает 3 года, все зависит от колледжа и, соответственно, программы, по которым вы участвуете. В неделю вы ходите 2 раза на занятия, приблизительно 2-3 часа. Раз в портал сдаете тесты, по окончанию курса, через 3 года, сдаете суммарный экзамен, тоже тестовый вопрос, и получаете сертификат. Если вы показали хорошие результаты, вам какой-то дают специальный сертификат, если вы показали очень хорошие результаты. Все. С этим сертификатом вам открыты все дороги. Вы можете претендовать на очень хорошую зарплату. То есть 25-27 долларов за час, это минимум, что вы будете зарабатывать, как электрик. Сам Вова рассказал такую историю, что у него был один знакомый, который получил очень хороший сертификат, подписал контракт с одной компанией, где очень был сложный какой-то монтаж, и каждое утро садился на самолет, летел через 2-3 штата, там отрабатывал полный рабочий день, вечером садился на самолет, прилетал обратно к себе, за все авиаперелеты платил компанию, и плюс ему платили 45 долларов в час. Только подумайте. Ну вот он год проработал, там у него была старенькая мама, что-то ему там не понравилось, короче, он ушел на другую работу, но суть не в этом. Что вот такой нюанс, он есть, если вы будете востребованы как инженер, покажете свои знания, вопросов нет. Вы всегда работу электрика найти себе сможете. Абсолютно та же история касается сантехников. Здесь, в отличие от русского сантехника из ЖЭКа, сантехники совершенно по-другому выглядят, другая квалификация, кроме монтажа водяного разного оборудования, они еще занимаются монтажом вентиляции, то есть немножко список работы расширенный. Также вы можете пройтись по интернет-сайтам, то есть сейчас не нужно ходить по стройкам или еще что-то, вы можете просто взять, открыть газету, открыть интернет-ресурсы по трудоустройству по американскому, на английском языке составить поисковые запросы и найти список востребованных вакансий. Также можете устроиться под мастерием на приблизительно такую же ставку, 12-14 долларов, как договоритесь уже сами. Получите после календжа сертификат через 3 года, уже у вас будет другой уровень зарплаты. Все отлично, все просто и предельно ясно. Теперь про дальнобойщиков. Востребованность этой специальности в Америке крайне высока. Не хватает грузовиков, потому что большой грузооборот, связанность с торговлей, с юга на запад, с севера на восток постоянно гоняют фуры. У меня есть несколько знакомых, у которых свои собственные траки. Один здесь русский, который уже промышлен, у него уже своя транспортная компания большая, он сам начинал как водитель, потом купил один трог, потом второй трог, уже у него наемные рабочие. Открываете любую русскоязычную американскую газету, куча предложений от русских компаний для русскоязычных водителей. Единственный нюанс. Ваша вот эта водительская корочка, даже если у вас офигенный стаж в России, здесь будет недействительная. Вам также придется сделать инвестирование в свое собственное обучение, пройти трехмесячные курсы обучения, сдать экзамен и после этого вас посадят за руль. Опять же, в любой транспортной компании, пока вы год не наездили стажа, вы будете работать вторым водителем или вас будут посылать на небольшие дистанции. И уровень страховки, то есть у вас за ваши рейсы компания, которая страхует ваши грузы, будет с вас взимать повышенный уровень страховки, потому что у вас нет наработанного стажа. Как только вы стаж наработаете, уже страхование будет идти немножко по другой тарифной сетке. Но уровень зарплат очень высок. Вы в месяц можете зарабатывать, начиная где-то от 6 тысяч долларов. Это минимум. Я знаю людей, кто работает водителями на траках, у них год получается порядка 120 тысяч долларов. Да, конечно, это работа на износ, но ради этих денег имеет смысл напрячься. Вы сами все понимаете. То есть, вы сами понимаете. Вы приехали в Америку, только получили разрешение на работу, дальше вы уже можете и параллельно найти какую-то работу на подработке по своей будущей специальности и параллельно идти на обучение. Что касается ссылок на колледжи. Нет у меня пока этих ссылок. Я только-только начинаю эту тему зондировать по ОМАХе, потому что мне сама эта тема интересна. У меня жена хочет подтвердить свои дипломы как психолог, пойти работать детским психологом. Хотя она очень долго в России работала, у нее стаж есть, есть научные публикации. Потому что тоже профессия востребована, даже как учитель. И, не знаю, там, медицинский работник. О, да, кстати, забыл. Медицинский работник. Вот это вот следовательная специальность, точно. Как же я забыл про это. Значит, тоже мне этот уже Эдик рассказал. Медбраты востребованы здесь очень сильно. Очень сильный медперсонал. Уход за старыми. Это прямо здесь очень востребовано. Единственный нюанс. Устроиться на подработку в медицину вам не удастся. Вам по-любому придется идти в колледж, пройти курс обучения. Но после этого уже будете получать нормальную зарплату. Иногда бывают исключения, если вы трудоустраиваетесь непосредственно по своей специальности, имеете приглашение от какой-то американской клиники, и у вас есть серьезная квалификация как хирурга, или еще там какого-то медицинского работника. Это уже как бы исключение из практики. В основном, американцы требуют пройти здесь полностью обучение, все, что касается медицины. И только после того, как вы прошли весь этот курс, а это как минимум три года, вы уже сможете трудоустраиваться. Ну, вот, собственно, все. Если у вас есть вопросы, вы их задаете непосредственно в ролике. Вопросы-ответы, или как он называется, ответы на вопросы. Нравится вам мое видео, рекомендуете знакомым. Выкладывайте в социальных сетях. Сегодня мы планируем пойти в зоопарк, купить, наверное, месячный абонемент. Поэтому начнем вас радовать серией небольших видео по обзору зоопарка в Омахе. Сразу скажу, это один из лучших зоопарков мира. Сюда несколько лет назад приезжал Дроздов снимать видео. То есть зоопарк очень и очень интересно. Кому это в тему, ласково просим, оставайтесь с нас на канале. Удачи и хорошего дня!